всем доброго здоровья сегодня на столе штаборез но по большому счету основная идея этого видео все-таки про штаборез мы уже сделали обзор с николаем он уже был но мы про него все равно поговорим про него вспомним основная идея поговорить и рассказать о том какие диски на нем используется когда этот штаборез появился действительно одним из самых часто задаваемых вопросов а где взять такие красивые диск которые на него идут и когда он появился этих красивых дисков по большому счету продажи то и не было кроме как вместе с этим инструментом в комплекте как матрикс в общем алмазных достаточно много и так давайте все-таки немножечко пройдемся посмотрим штаборез эта машинка аккумуляторная работает синхронизируется с пылесосом автоматически по большому счету поправь меня если ошибаюсь по моим единственной машинка на рынке которая ориентирована для работы снизу вверх они сверху не ты абсолютно прав это вообще единственно аккумуляторный штаборез который в принципе все производится продается в мире то есть но фишка по большому счету я здесь ориентирую не на тип питания аккумуляторами или сетевой а фишка в том то что то по большому счету большинство на сегодняшний день современного электромонтажа, да и даже не электромонтажа, а в принципе монтажа инженерных систем, она осуществляется от потолка к полу. То есть мы разводку делаем по потолку, и, соответственно, потом опускаем ее вниз потребителям. Ты заливаешь в стяжку провода, или, соответственно, у тебя провода остаются в доступе где-то под потолком, под натяжным, под навесным, неважно. То есть доступ у тебя достаточно значительно более простой, чем нежели когда нужно его выклопать из стяжки. Соответственно, если посмотреть на современные здания, то вы можете видеть, далеко не всегда даже это закрывается каким-то натяжным потолком, а просто выкрашивается в какой-то темный цвет, и вот эти вот темные, так сказать, вещи используются в интерьере как интерьерные решения. Типа лофт, так называемый. Типа лофт, так называемый. Поэтому основная идея, то что в современном здании мы опускаем провода сверху вниз, они поднимаем снизу вверх, и по большому счету эта машинка как раз и предлагает решение современного монтажа, когда вы берете беспроводной пылесос, аккумуляторный стало быть, вы берете беспроводной штроборез, а аккумуляторный стало быть, и фигачите провода сверху вниз. Поэтому это тот штроборез, который всегда сверху. Итак. Ну, скажем так, по высоте на одну стену хватит, про бурить, про штробить высоту хотя бы. Здесь, опять-таки, говоря про то, сколько он может проштробить на одной батарейке, если ты вопрос этот имеешь в виду, то здесь все сильно зависит от того, что конкретно мы будем штробить. Мы делали уже обзор на бурые, мы там очень так пространно и много говорили на предмет того, можно ли сверлить арматуру. Здесь все то и сводится тоже к тому, что зачастую, когда прокладываются коммуникации, можно и должно выбирать, как правило, более мягкий материал для прокалки тех самых штроб. Ну, во-первых, это значительно проще, легче с точки зрения энергоэффективности, ну и, во-вторых, вы никоим образом не нарушаете несущие способности здания, в которых вы прокладываете эти самые штробы. Так вот, что здесь мы видим? Мы видим возможность настройки глубины. Соответственно, настраивается это все достаточно просто, быстро, просто, интуитивно. Нажимаем на кнопку спереди, и, соответственно, появляется возможность заглубляться в эту самую штробу. Ну и, собственно, пошли мы штробить. Для того, чтобы настроить ширину прокладываемой штробы, здесь нет, не есть необходимость раскрыть вот этот самый кожух. Гайка здесь бесключевая, и, собственно, как это в большинстве других штроборезов устроено, перестановочными шайбами, перестановочными шайбами, ну, бесключевая, да, бесключевая предполагает то, что нужно руками закручивать. Вот этими наборами шайб, на которых есть обозначение размеров 12 мм, 10 мм и прочие размеры, вы выставляете нужные размеры для штробления. Длинный вылет, достаточно длинный вылет фланца позволяет настраивать максимальную ширину строгания. Строгание. Да, строгание. Да. В бетоне. Да. 12 плюс 9, 12 плюс 9 это 21, 21 плюс 6 это 17. 17 и 17, 30 мм. 30 мм максимальная ширина штробы, глубина максимальная 32 мм. Соответственно, заморозить в стену 28-мм углов проблем большой не составит. Диски. Мы хотели немножечко проговорить про диски. Диски, по большому счету, они сейчас уже доступны, поставляются отдельно. Вот такие вот диски. Маркируются эти диски DT90294. Собственно, основная фишка у них в том, что они имеют такую достаточно интересную геометрию зуба. Здесь они уже немножечко подостесались, но здесь очень хорошо и наглядно видно. Внутри такое достаточно большое углубление и вот такое вот очень интересное сегментирование. Это сделано для того, чтобы более эффективно выводить отработанную пыль, ну, появившуюся пыль. Я прощу перфорации. Для чего сделано? Ну, перфорация в данном случае, она несколько просто-напросто сам по себе диск облегчает. То есть эти диски, они позиционируются как диски для аккумуляторного инструмента. То есть фишка этих дисков в том, что количество резов на одной батарейке с этим диском предлагается, вы сможете сделать несколько больше, чем с другим диском. Производятся эти диски в двух типоразмерах. Есть 230-й круг и есть 125-й круг. 230-й круг, кстати, мы разыграем. Условия объявим в конце, смотрите до конца. Собственно, здесь, кстати, обрати внимание, как инструмент, для которого он будет использован. Указано, какой? Электрический резчик аккумулятора. Аккумуляторный резак, да, DCS 590. Собственно, вот этот вот резак с 230-м кругом может прекрасно работать. Причем этот диск может работать как с подачей воды, так и на сухую. Собственно, резак предполагает возможность подключения и подачи воды. А это армированный бетон режет или просто бетон? Ну, говоря, выдержит ли это диск попадания арматуру? Да, выдержит. Вопрос исключительно, как быстро он будет засаливаться. Слушай, ну алмазный слой достаточно высокий, или так вот кажется? Сантиметра полтора даже. Если это он и есть алмазный слой, или это просто... Бывает так, что это... Короче, лови нюансы. Я чё, я чё, привез болгарочку? Я понял, это намек. Я всё ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Давай, рассказывай. Ну, мы просто сидели, как-то общались и решили, почему бы компании DeWalt не завести в ассортимент сетевые штроборезы. А если возможность у DeWalt, то Вадим, может быть, мы попробуем это сами сделать. И если есть возможность модернизировать этот штроборез до сетевого... Ну, в общем, действительно, если посмотреть на редуктор, то визуально они внешне похожи. Здесь уж исключительно всё сводится к тому, что насколько совместима зубчатая пара, совместима зубчатая пара, можно ли будет поменять, снять зубчатую пару отсюда и поставить отсюда сюда. По сути, 4 винта откручиваем, просто вставляем... А, я в любом случае, там, по-моему, 5 винтиков. Там, по-моему, 5 винтиков. Кстати, интересная особенность, далеко не все знают. Знаешь ли ты? Я вообще ничего не знаю. Почему такая странная форма у этой лапки? Видишь, она здесь таким топориком, а здесь сделана таким выступлением. Нет, не знаю. То есть, соответственно, её можно перевернуть, она, получается, в одну сторону будет проскальзывать, а в другую сторону... А здесь она, типа, фиксируется в две стороны. То есть она двухсторонняя, переворачивается. Так делать нельзя, друзья мои. Это автоматически... В режиме эксперимента. Автоматически приводит к снятию с гарантии, поэтому... Блин, ничего себе, реально, 5 винтов здесь стоит. Раз, два, два, за хера так много? Ну, вот эту вот лапку держит. Разные, а суть-ка, жалко. Не разные. Вот и всё. Кино не будет. Зубчатые пары разные. Зубчатые пары разные. Для тех, кого мучил вопрос, нет, не подходит. Наш эксперимент не удался. Ну как не удался? Что значит не удался? Наш эксперимент удался. Наш эксперимент удался. Вся штука в том, что мы выяснили, что не подходит. Но у нас еще есть бесщеточные. В общем, эта тема будет другой серии. Мы сделали то, что ты хотел. Мы разобрали этот штроборез. Ты принес сюда 4257. И мы примерили редуктор. Редуктор имеет разную зубчатую пара. Абсолютно несовместимый. Собственно, вывод пока однозначный. С щеточно-коллекторным инструментом, аналогичным редуктором, эта машинка несовместима. В общем, что хочется сказать в завершении. Аккумуляторный инструмент предполагает еще и оснастку, которая адаптирована под аккумуляторный инструмент. Все-таки имея ограниченный объем запасенной энергии в аккумуляторном блоке, предполагается, что оснастка будет тоже требовать меньше энергопотребления. Меньше будет расходовать энергию нарезания. Поэтому были выпущены специальные диски. Диски более энергоэффективные. Диски были выпущены в 230-м круге и в 125-м. Как мы обещали, не в самом начале, а где-то в середине, мы вот этот вот самый 230-й круг и разыграем. Что нужно сделать? Колесо, двойное сальто и, ну, наверное, шпагат, а потом подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий, и среди наших участников мы выберем одного из победителей, откладываем в фонд подарков, откладываем. Долт сегодня расщеливался. Долт сегодня расщеливался. Долт на почту видео. Я, значит, мне только одного показалось, что Маркетон сказал, нам нужно сделать аккумуляторный, оснастку для аккумуляторного инструмента. Задача поставим маркетологи. Да, что мы можем сделать? Давай возьмем, у нас есть как раз сверло и дрель, давай сделаем дырку, сделаем. Могут быть легче на 6 граммов, и этот будет диал и прорежет на 4 сантиметра больше. Нет, здесь по большому счету еще сам по себе алмазный сегмент. Ты можешь видеть фигуру у него, так сказать, фигуристая. На Кремль какой-то такой. Да, здесь, соответственно, зубцы кремлевские. И, помимо прочего, сам по себе алмазный сегмент, он четко потоньше обычного. Соответственно, если посмотреть, если посмотреть. Нет, он мягче, мне нравится, что и с водой, и без воды, типа, работает. Да, сухой, сухой, сухой и мокрый. Что-то такое странное, да. Такого особо. Обрати внимание, это диск, он имеет направленный, то есть направленное резание. Большинство, не все. Большинство, не все. То есть это своеобразная тоже матричная установка этих самых алмазов, которые... Они раскрываются при этом вращении, раскрываются. Не, ну, вся штука в том, что эти алмазные, алмазный этот абразив, кусочки этого алмаза, они находятся, как правило, в нейком, так сказать, расплаве, металлическом расплаве. И этот металлический, конечно, должен вытераться. Пока мы с тобой говорим, так, кто-то, знаешь, с дивана в сальтуху пытается сделать балбак. Балбак, блядь, что ты, как хера, блядь, диск, это уже срочно, блядь, алмазный. Как там этот баянистый, баянистый анекдот, да? Я своего выгнал, за что он свои какой-то болгарки, диски алмазные купил, да? В общем, лайк, подписка, комментарий, двойное сальто, колесо. Да, колесо и шпагат. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok